На прошлом уроке мы упомянули, что арабские слова первообразной формы бывают выражены трёхбуквенными, четырёхбуквенными или пятибуквенными именами, а также трёхбуквенными или четырёхбуквенными глаголами. Значит, имени в существительном первообразной форме бывают 3, 4 или 5 корневых букв, а в глаголе всего 3 или 4 корневые буквы. Мы сказали, что, образно говоря, для взвешивания трёхбуквенных слов без добавления, будь то имя или глагол, учёных взяли за основу шаблон, состоящий из трёх букв, это буквы фа, айн и лам. Однако, как быть с первообразными именами, содержащими 4 или 5 корневых букв, а также с первообразными глаголами, которые состоят из четырёх корневых букв? Как мы сказали, для трёхбуквенного слова первообразной формы, будь то имя или глагол, у нас есть шаблон из трёх букв, фа, айн, лам. Но если слово первообразной формы будет 4 корневых букв, то в этом случае мы возьмём эти же 3 буквы для начала, фа, айн, лам, с добавлением ещё одного лама. Таким образом у нас получается фа, айн, ла, ла. То есть шаблон состоящий из четырёх букв, буквы фа, айн и двух буквы айн, которые будут облучены в тот же вид и образ, что и взвешиваемое, рассматриваемое посредством них слова, какими таки глагол. Например, в подобных именах, как, например, дир хамун, мы скажем, что оно по модели шаблона фи, ла, ла, лун с двумя буквами лам. Про джа, фа, ла, 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 ла. Так у нас джим, это у нас фа. Айн в слове джа, фа, это у нас шаблон фа, ла, 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 ла. шаблона. Ра это у нас второй лам шаблон фаалалун. Худ худун будет по модели или шаблону фуалалун и так далее. Значит у имени несколько форм, в то время как у первообразного глагола с четырьмя корневыми буквами только одна единственная морфологическая форма. Это шаблон или модель фаалалла, где фа обозначает первую корневую букву, а ин вторую, первую лам третью корневую букву, а вторую лам четвертую корневую букву глагола. Например возьмем глагол дахраджа или бархана или басмаля и так далее. Зальзаля, гарвара и так далее. Так в глаголе бархана, например, по модели фаалалла. Ба у нас это фа. Ра будет айном. Ха это будет первый лам, а нун будет вторым ламом. В Коране немало примеров для глаголов по этой модели шаблона. Например, вас-васа, зальзаля, дамдама, ас-аса и так далее. Все они по модели фаалалла. Как мы уже сказали, к словам с первообразной формой, в которых имеются четыре корневых буквы, могут относиться как имена, например, дирхамон, так и глаголы, например, бархана. А что касается слов с первообразной формой, то есть слов с пяти корневыми буквами, то к таким словам относятся только имена, а не глаголы. То есть словами с пяти корневыми буквами бывают только имена, а не глаголы. Так, например, имена первообразной формы, который состоит из пяти корневых букв. Это, допустим, сафараджалун, значение как айва, джахмаридж, фирдаусин и так далее. А что касается глагола, то изначально пятибуквенного глагола не может быть, не бывает. Любой пятибуквенный глагол, это глагол, который образован или от трехбуквенного корня, с добавлением двух букв, то есть три плюс два, как, например, иджитамаа, который образован от джамаа по модели ифтали. Или от четырехбуквенного глагола, первообразную форму с добавлением одного букв, то есть четыре плюс один, приводит к пяти. Как, например, тадахраджал по модели тафаалаля, которая образована от тадахраджал по модели ифаалаля. Итак, если перед нами пятибуквенное имя, у которого все буквы корневые, то для этого для него существует шаблон из тех же трех букв фаалаля, но которым добавляется еще два буквы лама на конце. Так, например, джахмаридж, слово джахмаридж с пятикорневым буквами считается по модели шаблона фаалаля, где первая буква этого слова джим это фа шаблона, ха это айн, мим это перу лам, ра второй лам, а шин это третий лам. Здесь следует отметить, что слова, которые содержатся больше, чем три буквы, будь то имена или глаголы, так вот такие слова делятся на три вида. Для легкости мы рассмотрим здесь только глаголы. Первый вид этого слова, это глагол в данном случае, в котором есть больше, чем три буквы, где все эти буквы являются корневыми, то есть это глагол первообразной формы с четырьмя корневыми буквами, как дахраджа, уасваса и так далее. А что касается пяти или шести буквных глаголов, то они у нас не бывают первообразными, а бывают только производными, образованными от трех или четырех буквных глаголов, посредственно добавленных добавочных букв. Про этот вид мы уже поговорили и сказали, что если он состоит из четырех корневых букв, то для этого есть шаблон фаалеля, например, дахраджа по этой модели, еще по шаблону фаалеля. Глагол с пяти корневыми буквами, как мы сказали, не бывает, поэтому приведем пример с пяти буквами именем, где все пять букв являются корневыми. Это тоже, например, слово имя джахмарж по модели фаалеля с тремя дамами. Итак, если слово, в котором есть более трех букв, состоит из четырех корневых букв, мы добавляем к шаблону к трех буквам фаалелам еще один лама, как, например, дахраджа по модели фаалеля. А если слово пять корневых букв, а это бывает только в имени, то мы добавляем к этим трех буквам фаалелам еще два лама, второй лам и третий лам, например, джахмарж, проведенном слове джахмарж сафаржал и так далее. По модели джахмарж по модели фаалеля. С тремя ламами на конце этого шаблона, которое обозначает третью, четвёртую и пятую корневую букву слова. Как мы видим, это намного короче и яснее, чем если бы мы, например, начали говорить, что букву Джим, слово Джахмарш, это первая корневая буква, Ха, это вторая корневая буква, Мим, это третья корневая буква, Ра, четвёртая, Чим, пятая и так далее. То есть четвёртая или пятая корневая буква. Вместо этого мы кратко говорим, что шаблоном слова Джахмарш является модель, шаблон Фаалалин. Знающему правила Тасрифа становится ясно, что бук обозначает все те пять корневых букв этого слова. Это был первый из трёх видов слов, в которых имеется более чем трёх букв. На этом всё, на сегодняшний день продолжим на следующем уроке.